Что же, здравствуйте, дорогие друзья! Мне кажется, или в этом году нам всем не хватает одной важной-важной вещи? Такой солёной, шунящей, да, именно его, моря. Моря нам всем не хватает. Поэтому сегодня мы будем рисовать так, как мы можем и так, как мы хотим. Сегодня будем рисовать мысли о море. Что же нам для этого понадобится? Безусловно, нам понадобится белый лист для черновика и лист для чистовика. Конечно, я хотела бы рисовать акварелью, но мне кажется, что мысли о море могут возникать и с помощью карандашей. А самое главное, что не нужно менять воду, и ничего вокруг не испачкается. Дальше. Нам нужны карандаши. Какие? Это будет такой вот синий цвет, или такой синий цвет, или даже может быть такой синий цвет. Нам понадобится, в любом случае, какой-то из оттенков коричневого. Вот у меня это такой карандашик. Ага. Еще у меня есть телесный. Если у вас нет телесного, достаточно использовать желтый и оранжевый. Как это делается, сейчас тоже покажу. Вот откладываю сразу все нужные мне цвета. Вот желтый и оранжевый. Кроме того, мне пригодится немного красного. Мне пригодится черный. И также мне пригодится черная гелевая ручка. Она может быть любой ширины. Вот я, как художник, рисую вот такими тоненькими линерами. Здесь ширина буквально 0,03 мм, а вот здесь 0,05 мм. То есть 0,05 мм. Представьте себе, насколько это тонкая линия. Но я буду специально для вас с вами вместе рисовать с самой обычной черной гелевой ручкой. Потому что рисуем мы ей только какие-то небольшие акценты и немножечко добавляем цвет. Что же. Сегодня мы тоже будем рисовать с вами. И эластик тоже. Сегодня мы тоже будем рисовать с вами портрет. Это будет мечта о море. И каждый из вас сейчас на минуточку задумайтесь, что вы думаете, что вам представляется в голове при мыслях о море. Да, мне представился шум волк, крики чаек и ракушки. Их я тоже сегодня изображу. Но прежде чем рисовать, давайте разберемся, как же будет выглядеть человек, мечтающий о море. Вот смотрим на меня. Это я. И я мечтаю о море. Я сижу о нем, думаю и смотрю, например, в книжку. И мне так и представляется, что море выплывает из этой книжки. И именно сейчас это я и нарисую. И так. Сначала мы рисуем лицо человека. Это будет стилизованное лицо, а не настоящее. Поэтому оно выглядит как вот такой вот овал. Мы делим этот овал на две части и еще на две части. Верхнюю часть я никак не рисую. Конечно, тут можно изобразить вот, что это овал полный. Но все равно потом эту линию придется стереть. Также я делю на две части низ и еще раз на две части, получившуюся нижнюю часть. Теперь мне нужно расположить лицо моего человечка. Если разделить всю вот эту вот половинку на три части, то как раз здесь и будут находиться глаза. Глаза могут быть либо открытые, то будет такой овал, на который мы накладываем дугу и рисуем зрачок. Добавляю небольшую линию века. Либо закрытые. То есть овал вниз, немножко века и все. Дальше будут только реснички, но реснички мы добавим в самом конце. Мне хочется, чтобы мои мечты о море были закрытыми глазами. И также к ним я в любом случае пририсовываю сверху бровки. Бровки я рисую как два небольших овала, которые чуть-чуть смотрят наверх. То есть вот сюда. Носик вниз, потому что человечек смотрит у меня вниз. И на нижней линии я располагаю улыбку. Это линия и губка. Теперь рисуем уши. Человек голову нагнул, уши приподнялись. Поэтому уши у меня находятся над основной срединной линией. Уши – это полукруги, которые приставлены к голове, в которых внутри нарисованы цифры 5 или буква S. Получилось! Отлично! Что же, наш человечек сидит и думает, кто это будет, мальчик или девочка. Мы решим чуть позже. Прямо от ушей вниз я опускаю ему плечи вместе с руками. Такими цельными линиями. И заворачиваю эту линию в полукруг. Доделываю рукав. Как это выглядит? Делаю линию рукава. И отпускаю ее обратно туда, к плечам, наверх. Вот здесь будут располагаться подмышки у человечка. И с помощью полукругов, как будто бы с пальчиками, вот, когда мы сидим вот так, здесь видно только костяшки. То есть полукруг, на который нарощены костяшки. Я вырисовываю ладошки человечка. Он сидит над... Мой человечек сидит над столом. Стол не может располагаться вот здесь. Получается, что как бы локти повисли. Причем в передней части стола. Стол находится немножко... Немножко за локтями. Нарисовали. И вот здесь у него, естественно, располагается книга. Палочка. Две галочки. И вот она книга. Добавляем ей страничек с помощью нескольких линий по бокам. И теперь мы начинаем фантазировать. Что же может быть у человека, связанное с морем? Может быть, из книжки выливаются волны. Мне нравится эта идея, кстати. Она интересная. Может быть, его кофта это тельняшка. Тогда мы рисуем полосочки на тельняшке. Может быть, вокруг летают чайки. Может быть, где-нибудь здесь валяется ракушечка и какие-нибудь камушки. Сейчас мне важно только наметить, где что будет располагаться. Кто же это будет? Мальчик или девочка? Ну, я подумала и решила, что это будет мальчик. Как я рисую ему шевелю? От линии бровки к верхушке головы я рисую первую прядь. Получилась вот такая вот аккуратненькая прядь, как у меня на голове. Дальше от уха я продолжаю рисовать прядь в эту сторону и добавляю еще одну, которая заканчивается очень рано. а здесь же по тому же направлению я рисую еще, например, две прядки. Но, как видите, они здесь не имеют начала, потому что потом, когда я буду заштриховывать все это дело карандашом, пустота эта исчезнет. И также я рисую прядки от этого ушка. Итак, вот что у меня получилось. У меня получилось у человечек, который сидит над книжкой, из которой течет море, рядом лежат ракушки, и мой человечек сидит в полосатой копте. Да, отлично. Я дорисовала черновик и приступаю к рисованию чистовика. Что же будет в моей картинке? Все то же самое. Я возьму, я возьму, во-первых, карандаш поострее, потому что всегда нужно рисовать очень острым карандашом. И еще раз, мягкими, аккуратными линиями создам лицо моего человечка. Мой черновик рядом со мной. Я все еще слежу за линиями, где какая располагается. Делю овал на две части, еще на две части, нижнюю часть на две части, еще раз нижнюю часть на две части. Начинаю располагать лицо. В середине третьей у меня находятся глаза, носик вниз, милая улыбка с губкой, высоко расположенные ушки. И на этом, в принципе, мое лицо закончено, кроме бровей и бровки. Теперь от ушей вниз мы рисуем руки и уводим их к подбородку. Но не полностью, напоминаю, потому что вот здесь сверху мы нарисовываем ручку с костяшками. Итак, нарисовала полностью рукава, нарисовала полностью костяшки, создаем стол. Вот прямая такая вот линия. Перед моим персонажем лежит книжка. Кстати, вот эта вот часть книжки должна быть меньше по размеру, чем нижняя часть. Почему, спросите вы? Потому что перспектива, то, что ближе к нам, всегда больше, чем то, что вдалеке лежит. Чтобы создать книжке объем, я добавляю как бы пририсованных сбоку страниц. И здесь отсюда будет течь море. Я его уже буду раскрашивать карандашами, и все в порядке. Ничего страшного, что я рисую это сразу же поверх страниц. Лежит ракушка, лежат камушки, здесь будет еще песочек. Летают птички. И, конечно же, я рисую волосы моему персонажу. Это может быть и девчонка с длинными волосами, которые куда-то там улетели, взлетели. Может быть, кто угодно. Итак, вот что у меня получилось. Теперь показываю, как я и обещала, как рисовать телесный с помощью желтого и оранжевого. Если мы представим себе, например, лицо, мы берем оранжевый и слабо-слабо тонкими линиями полностью закрашиваем квадрат. Линии должны быть бледные, бледные, то есть не вот так вот толстым рисуем, даже не вот так вот, а совсем-совсем кончиком карандаша, чтобы карандаш как бы летал у нас с вами в руке. После этого я беру желтый цвет и делаю то же самое, прямо поверх оранжевого. То есть вожу верхушечкой карандаша, тем самым у меня создается настоящий телесный цвет. Еще можно немножечко пройтись по него пальчиком, но это если ваши карандаши хорошо растушевываются. Мои нет, поэтому для этого обыкновенно и не делаю. Итак, на своей работе я теперь должна стереть все лишние линии. Вот что у меня получилось. Я начинаю красить. Сначала я закрашу лицо. Я делаю это предельно аккуратно, нежно. так же делаю с ручками. И сразу же, пока в моих руках есть карандаш, я немножечко этим же самым телесным цветом затемняю левую часть лица моего человечка, затемняю правую часть лица моего человечка и затемняю линию от носика к бровке. А так же рисую среди кушка. Вот что у меня получилось. Отлично! После этого я начинаю рисовать кофту. Важно понимать, что мы рисуем так же слоями. То есть сначала мы раскрасим картинку в однотонные цвета, потом будем уже добавлять больше цветов. В конце концов закончим все дело черной ручкой. Итак, сейчас я буду рисовать матроску. Матроска рисуется очень просто. Мы должны с вами сделать лишь много-много синих полосок. Но здесь есть одно важное условие. Ни в коем случае нельзя сделать так, чтобы полоски накладывались друг на друга. То есть, все полоски нас идут в шахматном порядке. Видите? когда я рисую, я слежу за тем, чтобы полоски не соприкасались друг с другом. вот здесь я повторяю с этой стороны все то же самое и слежу за тем, чтобы мои полоски не соприкасались. Теперь я рисую полосочки вот тут посерединке. И, в принципе, тельняшка моего человечка готова. Далее я разукрашу стол. Мне достаточно его красить не весь, а только вот частично. Но вы сделайте так, как вам хочется. Хотите темный цвет, делайте темный цвет. Хотите светлый, делайте светлый. сейчас нам важно именно создать основной цвет для стола. Это будет у меня коричневый. Хотите полностью раскрасить весь стол, то есть, например, вот такое расположение, сделайте это вообще без проблем. волосы. Дальше мне нужно сделать волосы моему человеку. Я хочу сделать их необычными, например, голубого цвета. Можно синими, можно все еще коричневыми, можно черными. Какой цвет вам нравится, такой, пожалуйста, и используйте. волосы. А также бровки. Теперь смотрим на книгу. Я ее тоже сделаю телесного цвета, а ракушку сделаю коричневого цвета. Так же, как и камушки. Я продолжаю рисовать свою работу. Теперь мне нужно создать эффект волн. Как же именно я буду рисовать волны, которые падают у меня из книги? Это будут не вот такие вот полоски и даже не вот такие. Это будет штрихование вот таким вот образом. Полоска за полоской, полоска за полоской, которые создают полукруг. В принципе, смотрите, вы можете потренироваться. Рисуйте себе полоску и теперь наращивайте на нее вот вот такие прямые линии. Вся наша работа должна получиться из вот таких небольших аккуратненьких полосок, которые создают воду. То есть вода у меня вытекает из книги. Причем мне важно следить, чтобы она была максимально живой, растянутой и настоящей. Что же, первый слой окончен. Смотрим. Получилось? Получилось. Приступаем ко второму. Во время второго слоя мне нужно добавить больше цвета. Я добавляю темно-синий волосы моего персонажа. Не везде, а только такими участками. Я добавляю темно-синий немножечко брови моего персонажа. Я обязательно добавляю темно-синий стол на стол на верхнюю часть вот эту вот. И так же так же такими большими полосками волну. И так получается, что у меня как бы из книги льется вода. Добавлю немножко брызг. немного затонирую ракушку синеньким и беру мой самый любимый цвет. Вот этот небесно-голубой. То есть имеете несколько оттенков для того, чтобы создать воду, волну. Нет, знаете, даже цвет морской волны я бы вот так бы назвала. И вот что у меня получилось. Также я добавила его немножечко волосы нового человечка. И теперь мне нужно сделать его пообъемнее, поинтереснее. Коричневым цветом я прохожусь еще разочек по ушам и сторонам лица моего человека, а также снизу, где располагаются руки. Получилось. Теперь я беру черный и рисую небольшие полоски там, где могли бы быть волосы. начиная от ушей наверх, внутри ушек, внутри глазок, носик, ротик, бровки. теперь я рисую пятно тень. Пятно тень рисуется, вот, на черновике, как бы вы должны затонировать пятно вот такими вот полосками. Вот здесь у меня, где внутренняя часть рубашки, я всю закрашиваю полосками. также там, у меня будет подмышка, то есть переход из руки в туловище. Немножко добавлю в локоточки, немножко сбоку лица и с другого тоже, немножко вверх стола, немножко в книгу, нарисую несколько камушков. Так, я закончила с черным цветом. Теперь я беру красный и вырисовываю щечки. Думая о море, мы всегда вспоминаем, да, о том, что там можно загореть. также добавляю немножко красного в носик. Получилось! Теперь моя самая любимая часть. Мы берем желтый цвет, желтый карандаш и добавляем пляж или песок. Сначала мы, во-первых, кладем такие же линии волны в воду, а после этого точками вырисовываем пляж. пляж. Теперь мы добавляем желтый немножечко пляж. в стол, чтобы цвета друг с другом немного соединились. Делаем пятнышко на книжке, делаем желтое пятнышко на рубашке, на тельняшке с обеих сторон, на плече, то есть, именно, работаем таким небольшим пятном. пятно мы рисуем как просто немного цвета где-то расположенного. Делаем желтое пятно на волосах, на лбу человечка и там, где располагаются его веки. Вот такой вот получается человечек. что мы делаем дальше? Тяжко. Настя, все можно вырезать. Итак, что же мы делаем дальше? Мы берем черную лучку и начинаем создавать контур. Я просто вожу ручкой везде по всем контурам. Я тем самым вырисовываю ему лицо. Только не очень сильно нажимайте на ручку, иначе будет очень толстая линия, а нам нужно с вами сделать ее аккуратной. Линия может быть немножко прерывистая, ручка. Этой же ручкой рисуем реснички человечку. Небольшие полосочки, как бы намекающие на веки. дорисовываю волосы. Помните, я говорила о том, что волосы будут выходить из-за лба в любом случае, потому что мы будем рисовать их каким-либо цветом, и за счет этого будет не видно, что там есть какие-то полоски. Собственно, так и получилось. Рисую носик, рисую ротик и приступаю к самому туловищу человечка. Что же, обвожу каждую детальку. закончив именно с туловищем человечка, я приступаю к самой книге. Помним, что в книге всегда есть какие-то слова, поэтому когда я нарисовала, обвела, я начинаю там внутри как будто бы что-то писать. На самом деле я просто рисую заборчики или ежики или буковки М. Можно написать слово лето или море. Также обводим каждый камушек. Можно тут же добавить новенькие камушки. вырисовываем вот эти морские волны линии. чайки. мне остались чайки. и добавить что-нибудь интересное. Я, например, сейчас подумала, что в его волосах мог бы спрятаться целый кораблик. Поэтому я возьму обратно свой карандаш и нарисую здесь в голове у моего человечка бумажный кораблик. его я, конечно же, раскрашу в несколько слоев. То есть первый слой у меня будет голубой. Второй слой темно-синий. И немножко добавляю желтенького. Так, время тоже его дорисовать. Что же, у меня получился корабль. Теперь я беру какой-нибудь из своих красивых карандашей, кладу его плашмя и начинаю создавать фон. Вот что у меня получается. То есть я не сильно нажимаю на карандаш и у меня выходит вот такой интересный интенсивный голубой нолядный фон. так, получилось. Теперь я добавлю немножко темно-синего вниз. и капельку желтого. Что же, осталось совсем ничего. Мне нужно еще сделать немножечко щечек, чуть-чуть покраснее. И вот такая вот картинка получилась. А теперь давайте рассмотрим, какие же еще элементы и детали можно сюда добавить. Кроме моря, кроме ракушек, кроме воды, кроме кораблика. Конечно же, конечно же, в море могут быть, например, крабы. это вот такие овальные персонажи с клешнями, глазами и, например, улыбкой. Это может быть разнообразие ракушек, ракушки же сами знаете, бывают абсолютно разными. Из какие-то ракушки, как у принцессы, ракушки гусенички, ракушки улиточки, это конечно же могут быть разные птицы, обычная чайка или может быть такой пеликан. Кстати, мне кажется, было бы очень интересно нарисовать такого пеликана желтым желтым клювом и добавить немножечко к нему оранжевого. Так, что же еще может быть в море? Это могут быть пальмы пеликаном. И пальмы раскрасим с вами листья в несколько цветов. То есть, это будет как зеленый, самый простой нам привычный. Так, и поверх зеленого прекрасно ложится темно-синий, делая листьев прям потемнее, потому что что? Верх зеленый это сочетание синего и желтого. делаем листь потемнее с помощью темно-синего, а также добавляем ему немножко живости с помощью желтого. То есть, мы не полностью перекрываем цвет. И, конечно же, основа пальмы у нас такая вот коричневая. Что еще может быть связано с морем? С морем может быть, например, связан спасательный круг, абсолютно любого цвета, который вам только нравится. Вот я хочу сделать красный спасательный круг, можно сделать оранжевый, желтый, все что угодно. Спасательный круг может находиться как на персонаже, так и за персонажем, все что угодно. может быть, у вас с морем ассоциируется мороженое на палочке. Такое у меня получилось эскимо. пусть будет, например, красного цвета, почему бы и нет. Я фантазирую, рисую так, как могу и так, как мне кажется, будет правильно. Это может быть также бумажный кораблик, я только что его рисовала. Или это может быть прям настоящий кораблик, например, сделанный из дерева. то есть вот такой кораблик с иллюминаторами, с мачтой, с развивающимся флагом, одним и вторым, безусловно. И, например, может здесь стоять какой-нибудь капитан. В общем, с морем может быть связано вообще все что угодно. поэтому постарайтесь, пожалуйста, повторить работу, используя основные приемы из вот этой работы. То есть мы сначала рисуем лицо человека, мы располагаем его на осях, мы сначала рисуем такой эскиз, идею, может быть у него открытые глаза, может быть у него закрытые глаза, после этого мы начинаем красить карандашами, причем слоев должно быть обязательно три. Это первый слой основной цвет, второй слой тот цвет, который создает как бы объем, и третий слой это тот, который создает детали. В нашем случае это получился желтый цвет, немножко красный цвет, немножко лазоревый цвет, и в самом конце используйте, пожалуйста, черную гелевую ручку, ту самую, которая поможет сделать линию почетче, то есть карандаш карандашом, но черная гелевая ручка творит чудеса, видите, даже здесь сейчас на эскизе работа становится намного аккуратнее, потому что такая линия очень тоненькая. Так вот, постарайтесь, пожалуйста, создать вот такую аккуратненькую работу, наполнив ее различными элементами из моря, то есть вот то, о чем я говорила. Подумайте, что для вас ассоциация с морем, и это нарисуйте. Может быть, это получится у вас девочка с длинными волосами, может быть, девочка с короткими волосами, может быть, мальчик моряк, а может быть, просто как у меня какой-то неизвестный мальчишка сидит думает над книжкой, может быть, он думает над книжкой, а может быть, над журналом, а может быть, даже и не над чем таким особенным, здесь просто сидит над столом. А может быть, у вашего персонажа не будет моря, которое вытекает из книги, но мой мечтает таким образом о море, и оно у него Возможно, вокруг вашего бегают 10, 20 или даже 30 крабов, то есть выбирайте самостоятельно то, что вам кажется, то, что вам интересно, то, что вам нравится, то, что вам близко. Попробуйте это, пожалуйста, сделать. Что же, на этом занятие заканчивается. Еще немножечко разомнем свои ручки в разные стороны, покрутим ими, подвигаем головой и теперь можем сказать, что мы вот, супер класс, мы с вами молодцы. Что же, до новых встреч!